Тили-ти-ти-ти-ти-ти-ли-ли-ти-ли-ли-ли Вообще, все, что касается перезачатия, это уже давно пере... 10 раз перемолотая тема. То же самое в компьютере – перезагрузка. Но перезагрузка может быть... Перезагрузка может быть включение и выключение компьютера, да? Казалось бы, тоже разные режимы могут быть. Но если мы посмотрим психику, то на каждом уровне расширения свое перезачатие и свои полностью моменты по перезагрузке информации. И это на самом деле не разовый процесс. Но ты знаешь, мы на самом деле здесь Америку не открыли? Ну да. Вообще. Вообще, если мы возьмем психотерапию, в психотерапии перезачатие есть вообще как целая тема. Но оно само собой разумеется, что у человека вся основная информация на его жизнь заложена в момент слияния яйцеклетки и сперматозоидов. Ну, конечно, да. Ну, априори, соответственно, все туда смотрят. И психотерапевты тоже. Поэтому это и есть в психотерапии. Другой вопрос, какими инструментами достать эту информацию. Регрессивный гипноз сидит на этом плотненько. И даже есть целые тренинги на тему перезачатия. Эзотерика тоже сидит плотно. Тот же самый тета-хилинг дает все это. Но. Потому что это тема тем. Это тема тем. Но если ты уходишь в фантазии, если твое сознание не имеет определенной плотности, и ты не осознаешь то, с чем ты работаешь, именно осознаешь, не понимаешь. Да, именно осознаешь. А именно осознаешь. То твоя работа будет настолько же результативна, насколько ты осознаешь. Да, то так. А осознать не видя систему целостно, у тебя не получится. Да. И знаешь, даже, я бы сказала, эту систему осознать просто по написанному, да, или даже просто как понимание, через понимание. Это одна тема даже не так. Это не даю. Это знаешь, как из 100% забрать там 50 или, вот примерно 60%. А вот остальные 50 или 40, чтобы до 100, чтобы 100%, это именно самому осознать. И мало того, осознать, это знаешь, как пройти этот путь, как ни парадоксально скажу. Но это так. Именно пройти этот путь из точки здесь и сейчас чувствами и осознания. Правильно? Правильно. Дело в том, что, вот смотри, мы же уже вот на эти ступени расширения, уже сколько взяли. Для нас был выход за психику конкретного человека. Это, на самом деле, очень большой рывок, очень большая ступень, потому что именно там есть уже дискретность, когда ты выходишь на другие уровни. Но перезачатие везде смотрелось по-разному. Даже просто из мира мертвых, вот этот вот момент той же моей информации, что происходит с информацией и из чего формируется тело. Это же отвратительный момент. Он ключевой на результатах, как он сказывается. И еще скажу, смотри, уже не раз мы сталкивались с тем, что когда во время консультации мы или проведения курсов с человеком работы, мы выходили на уровень яйцеклетки и сперматозоида, в момент их слияния, сколько мы видели четкой информации, именно как родители. Не то, что даже вели, ну да, вели, можно сказать, как работал организм одного и второго, как работали чувства одного и второго, и какие даже между... Чувства я имела в виду вообще чувства... Папа, чувства мамы внутри, как они мир чувствуют. Да, внутри, мир чувствуют, да. И третье, это как они чувствуют, что они чувствуют в отношении друг друга. И информация всегда была стопроцентная. Стопроцентная, но видишь, раньше мы не могли эту информацию поменять. Да, 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 мы констатировали факт, да. Принимай проконстатированный факт и уже меняй к этому отношение. Но на самом деле, на сегодняшний день можно сказать, что было, и что это все записано и так, и это неизменно. Это большайшее заблуждение. Можно изменить все. Можно создать любое было. Абсолютно любое было. И это не через убеждение себя. Ну вот я убедил и нафантазировал этого. Нет. Это можно втолкнуть в реальность, как, ну, это так и было. И смотри, с этого уровня ты уже не можешь положить слова, то, что ты делаешь. Уже, да, уже сложно положить. Да и в образы уже положить очень сложно. Очень сложно. Ты просто фиксируешь, так лазером прожигаешь, убираешь и все. И остается только другая информация. Просто выходишь на уровень, на тот уровень сознания, когда оно еще только набирало информацию. А ты перед этим с предыдущего уровня убрал. Отжим. И дальше. Дальше это один момент. Смотри, то, что мы осознаем сейчас и видим, ты не можешь полностью повлиять на то, чтобы человек был здоров. Ты не можешь за него сформировать и вытолкнуть ядро болезни. Вот для этого и нужна работа сто процентов с нашей стороны, сто процентов с его стороны. Потому что сам клиент формирует ядро болезни, которое мы потом и убираем. То есть это ядро не нами собрано. Иначе ты эти сопли будешь по поверхности жевать очень-очень долго, на годы работа. А если человек сам включен и сам через боль вот это ядро из себя выталкивает, но момент выталкивания ядра он упирается в то, есть ли у него любовь внутри или нет. И если не было любви в момент зачатия между папой и мамой, там будет пусто. И будет так качаться информация, которая качается на пустоту. Блин, мы вот когда сюда вышли, понимаем, что без любви нет ничего, без любви нет здоровья. И пока ты не вернешься к любви, ничего не будет. И кажется, это так просто. А попробуй вернись. Ты можешь ламбаду возле зеркала плясать, как ты себя любишь, но это не про это. Это ключевое состояние. И как ни парадоксально, любовь начинается с благодарности. Искренняя любовь начинается с искренней благодарности. И не бывает по-другому. Потому что благодарность – это обнуление. И в то же время одновременно наполнение. Видишь, это первый шаг к любви, без которого нет любви и не может быть любви. Вообще не может быть. Это основа любви. Это основа. Это подоснова любви. Подоснова, да. И получается, что если мы хотим видеть здоровое общество, так или иначе его надо выводить в благодарность. По-другому не получится. И в то же самое время, если мы хотим быстро, эффективно помогать человеку, то надо начинать именно с этих перепрошивок на самом глубинном уровне, начиная с любви. Без любви не будет выхода. Без любви не вытолкнешь ядро. Без любви ничего не бывает. Да. Любовь – основа всего. Парадокс. Человек создан из любви, но не в любви. Но не в любви. Это, знаешь, как, да. Это как… Человек пришел любить и не знает, что такое. И не знает. Хотела сказать, что… И говорит при этом, что любит. И подменяет это все на заботу, контроль и так далее. Искажение, 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 нерассыпанность. Да. Это как не с той стороны зайти. Ну да, ты вроде в пищеводе, но в то же самое время ты не через рот вошел. Вот. Вот, вот, вот. А туда ли мы двигаемся, товарищи? Может, мы идем на выход? А нам надо на вход. А нам на вход надо. Направление на вход, а не на выход. Ну, парадокс. Вот это зазеркалье наше, оно невероятно интересно. И каждый раз, когда находишь что-то новое, это невероятно. Ты знаешь, вот мы с тобой приехали, пока ты делала диплом, я изменила расписание наше. Я все-таки решила поставить эксперимент по перезачатию с широкого уровня слюбей. То есть мы сделаем еще один курс из глубины. Курс крутой будет. Я просто чувствую, что… Пока мы горим. Да. Пока мы горим, это надо откатать, сделать. В принципе, мы уже горим на всех наших родных и близких. Вот. Но это надо, потому что это основа здоровья. И возвращение к сердцу. И да, мы осознаем это. Но и вот этот экспериментальный курс, на самом деле, он интересен именно, в первую очередь, для нас результатом. Да. Да. Потому что, по сути своей, это перезакладка, перепрописывание. Это свобождение. Правильно. Это свобода. Это свобода. Это свобода, за которой… Ты знаешь, я иногда задаюсь вопросом, а есть ли дальше расширение за этой свободой? Я знаю, что есть. Создание. Даже не про это. Понимаешь, когда мы вот сейчас с этого расширения смотрим в глубины психики человека, то мы видим Вселенную. Мы видим Вселенную. А есть ли что-то за Вселенной? Есть однозначно. Однозначно есть. Это однозначно. Второе, мы уже с тобой пришли сами к тому, что мы четко осознаем то направление, которое сейчас взято, ну, взято в мире, что на Земле мало места, они ограничены, а на самом деле мы с тобой осознаем, что Земля бесконечна. Просто бесконечна. И она, как мы растем, точно так же она растет. И ресурс бесконечен. Бесконечен. И он хватит на всех абсолютно. И если человек проработает жадность и осознает достаток, то все бесконечно. И он сам бесконечен, и жизнь бесконечна, и ресурсы бесконечны. Блин, есть даже вещи, которые проговаривать слух не хочется, потому что ты видишь это величие, ты просто находишься в полном восторге, и ты осознаешь, что если этого всего не будет, то, наверное, великолепнее игры даже придумать сложно. И это все о самопознании? Да. Игра на самом деле придумана бесконечно. Ты только вдумайся. Игра придумана, создана в бесконечности, в постоянном пополнении, обновлении, расширении. То есть вот игра, просто создавай и играй, а не ограничивай. А пока мы знаем с того, что человечество ограничивает. Причем не то, что человечество, даже люди сами себя ограничивают. Ограничивают из любви. Из любви? Мать, говорящая ребенку, ну не ходи, там болька будет, не падай. Искаженная любви. Искаженная, да. Но она же через заботу о нем видит эту любовь. Через заботу. И при этом первый самый страшный ограничитель для человека. Мать. Мать. И в то же самое время без матери он не может вырасти здоровым и полноценным. Да. Да. Везде парадоксы. Везде парадоксы. Везде переотражения. И ты можешь пройти эти парадоксы только через любовь. Через полное осознание, да, благодарности и любви матери. И выход в расширение. Полное осознавание своей безграничности. И следующий шаг, следующий. Ты в каждом ограничении видишь опыт, выходишь в благодарность, проходишь и идешь дальше. То есть это как ты идешь по зеркальному тоннелю на расширение. Да. И так каждый раз. И ты не можешь пройти через зеркало, пока ты не выводишь его в благодарность и в осознавание. Самый большой ограничитель – это страх смерти. Это страх смерти – это как непринятие в себе бесконечности. И не только вообще бесконечности. А именно ограничение в силу страха смерти. То есть, что жизнь конечна, и за ней ничего нет. И вот этот страх, он просто блокирует материнское сердце и искажает. И искажает любовь, и идет искажение, страх, страх, страх. Я это так, я это вижу конкретно. И я осознаю, насколько это сложно, действительно сложно. И невероятно тяжело осознать, принять бесконечность, осознать бесконечность именно в этом ракурсе, в котором я сейчас произнесла. Ну, что такое смерть? Это выход на круг в автоматизм. На определенном расширении сознания. На определенном уровне. И причем этот уровень – это как… Да не как правило, а так и физический. Это точка. Это точка, которая связана с физическим телом. Если твое сознание меняет восприятие, то этих точек их очень много. И ты их все можешь видеть как раз-то из физического тела по парадоксу, но в то же самое время это все расширяет твое сознание и дает возможность твоему физическому телу. Ночь – это тоже смерть. Ночь – это тоже смерть. Ни-я – это тоже следующая рамка за смертью. Да. Как быстро ты можешь ее проявить в материи через уплотнение материи. Сознание растет, когда ты… Сейчас какую штуку скажу? Когда ты позволяешь ему расти. Да. Именно так. Именно так. Ну, вода наливается в ведро, когда ты наливаешь. Когда ты наливаешь. Здесь то же самое. Осознание, оно чистое, оно вливается, уплотняется, когда ты… Когда есть тебе, во что взять. А самое интересное, вот парадокс, да, а во что взять? Физическое тело. А где мы берем в физическом теле? Мозгом. А мозг состоит из чего? Из межнеронных связей, нейрончиков и так далее. Если ты там ограничения прошил, и он говорит, нет у меня больше ресурсов. У тебя нет больше ресурсов. Не прошил. Есть у тебя ресурс. Значит, есть у тебя ресурс. Ты сам решаешь в силу своих ограничений. Да. Мало того, знаешь, что еще? Вот так очень сильно осознаю. Каждый, абсолютно каждый человек знает наперед любое свое действие. Он знает его, это знание. И у каждого есть на это знание опыт свой, либо чужой. Он есть. То есть наперед есть и знание, и опыт. Но человек, знаешь как, это очень легко словить. Каждому человеку словить вот то, о чем я говорю, словить в себе очень легко. Всего лишь настроиться на мои слова, и вот на знание любого своего действия наперед и опыта. И он словит, что да, есть, но я себе сам ставлю. Либо, знаешь, вот допустим, хочу съесть конфету. Да. Одну, вторую, но образно. Человек знает, заведомо знает, что это вредно. Правильно? Заведомо знает, что знает, видишь, и опыт есть, и видимый через себя. Но человек идет на этот шаг, обманывает сам себя. Вот это я сказала про конфетку, а это любое действие в своей жизни. Я это знаю. Я это знаю. Я как-то ночью проснулась с этим знанием, и я его на слова пока положить не могу нормально. Но просто для меня было вот просто раскрыто, и я осознавала, что в момент, в сам момент вот этого, когда ты знаешь наперед знание и опыт своего действия, в этот момент рождается и время, и разворот игры, и ресурс на это. И ты все это делаешь сам. Всего лишь искажая себе самому. Ну, знаешь как, человек это не осознает, а на самом деле это выглядит так. Ну, я поиграю в это, понимаешь? То есть наступлю на грабли. Да, и точно так же идет игра любая. Я поиграю в это ДТП, я поиграю в это. Точно так же. Наперед знает. Тоже ДТП возьми. Человек знает. То есть, введя машину с большой скоростью, или где-то шаля, он же знает, что это есть. Знает. Я же говорю, знает, да? Знание и опыт. Есть? Есть. Но человек все равно совершает грабли. Автоматизм. Автоматизм. Понимаешь, вот когда мы говорим об автоматизме, автоматизм в человеке закладывается вот с момента перезачатия. На самом деле автоматизм как замена любви, как замена осознанности, как, знаешь, когда ты сам не выбираешь, когда ты сам себя не осознаешь, ты все равно должен смотреть этот фильм на автомате. Да. И запускается, на самом деле, вот эта точка запуска в момент зачатия. Да. И в момент зачатия ты будешь роботом-автоматом, родишься, или родишься осознанным человеком. И зависит это от того, есть любовь или нет любви. Угу. Напрямую зависит. Вопрос, что ты можешь и, имея любовь, стать автоматом, и будучи автоматом, осознанно прийти к любви. Это выбор человека. То есть, когда мы говорим про автоматизм, мы должны сразу говорить про любовь. По-другому нельзя. Их надо вместе ввести. Автоматы не знают, что такое любовь. Либо, если знают, забыли, выключили и ушли в безчувственности. Да, да, да. То есть, это чувство... Скрылись от самих себя. Да, скрылись от самих себя. То есть, текут через не я, текут через отражение. А когда ты течешь через отражение, соответственно, ты жизнь воспринимаешь без чувств, без чувств автоматически. А когда ты течешь через реальность, и ты течешь через любовь, то ты все по-другому идешь. Блин, но при этом вот даже... Вот мы сейчас с тобой разговариваем, да, но вот при том придет Вова, смонтирует из этого подкаст, да, там что-то вырежет, что-то оставит. Выложит в интернет. И часть людей, кто будет это слушать, скажет бред. Посидели, повредили, не говорили вообще ничего. А для части людей это будут самые глубинные ключи. И я вспоминаю в своей жизни, мои встречи с людьми, кто обладал какими-то знаниями. Есть моменты, которые я считала, что это бред. Прошли десятки лет, пока до меня дошло, что это был не бред. Это я была в состоянии бреда, когда я была... А мне тогда посчастливилось встретиться с людьми. И я думаю, что точно так же будет с этими видео, которые мы выкладываем, там подкасты, периодические ключи какие-то проговариваем, периодически какой-то опыт проговариваем. Оно потом годами так и будет, знаешь, как хорошее вино. Потому что большинство ключей вообще не осознаются человека. Вообще. То есть, ну что такое этот маленький ключик в кармане? Он ничего не значит. Пока ты не подошел к той двери, которую он откроет, он вообще ничего не значит. Но когда ты подходишь к этой двери, ты вдух и все. Так вот, ключик любовь в момент зачатия, он ключевой. Но ты ее не можешь взять из психики. Ты ее не можешь взять даже из мира мертвых. Мир любви, он дальше. Я любовь дальше находится. И лишь с Я-7, вот с этого Я-Бог, большой Бог в себе. Вот с этих восприятий ты начинаешь осознавать все зеркала. Ты начинаешь осознавать любовь. Ты осознаешь важность перезагрузки. Более того, когда мы говорим с этого восприятия Я о перезагрузке системы, мы говорим вообще, как будто Солнце взошло, да, и Я то Солнце, которое взошло. То есть это вообще смена восприятия. Да. А ты становишься лучом, рассекающим пространство и время. И как только ты приходишь в точку, ты становишься Солнцем. Да, 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 да. Это осознание себя Солнцем. Любовь. Это осознание себя Солнцем. Это осознание любви. И даже слово Солнце, оно очень хорошо подходит в данном случае. Недаром предки молились Богу Солнце. Да. Да, а мы с тобой часто об этом думаем. Да. Часто. Просто вот именно не просто так. Потому что они такие дебилы были и считали, что без Солнца все, они пропали. Не одно, так другое. Все по образу и подобию. Они осознавали его в себе. Конечно. Не осознавали, что это они. Солнце, да. Солнце – это свобода. Любовь – это свобода. Свобода – это любовь. И солнце – это любовь, тепло, жизнь. Смотри тогда, насколько, если мы сейчас возьмем к этому восприятию, концептуальный подход науки, не только материален. Все ты в искажении. Как? Солнце – он. Вы что такое говорите? Вы вообще к нему не имеете отношения? Вы туда не долетите? Не присядете? Оно раскаленное? Оно такое? Оно такое? Куча аргументов. Можно привести кучу аргументов, да? И в то же самое время. Главное, что оно в тебе. Да. Сейчас, видишь, в психологии появился вот этот свет. Появилась, знаешь, как мы, благодаря тому, что мы учимся, мы видим, что начала проясняться важность психики. Важность. И, кстати, очень много толповых специалистов начала появляться. Появляться. Причем, действительно, думающих, да. Важность психики. Но при этом, что мы с тобой видим? Ограничения. Казалось бы, важность психики осознается, но, опять-таки, тут же выстраивается ограничение. Ни-ни. Вот так должно быть. И ни-ни. А я уверена, инфодавит эти ограничения снесет. Блин, солнце не может не убрать тень. Солнце, полуденное солнце всегда сметает тени. Да. И смотри, мне очень нравятся сейчас подходы того же самого Минобра последние. Угу. И при этом, вот оно даже очевидно, ты новости читаешь и понимаешь, они делают шаги в правильную сторону, но у них не хватает информации, куда мы идем. Единой целой информации, куда идем, товарищи. То есть, каждый шаг неуверенно, боясь. А если бы была целая информация, куда мы идем, в благодарность идем. Вот просто тупо в благодарность. Детей учим, благодарности. Взрослых учим, благодарность. Это огромный шаг вперед. Это прорыв. Угу. И ты знаешь, если бы в нашем обществе была благодарность базовой, базовым состоянием, да, восприятием, то, извини, не было бы войн, не было бы 20-го года, не было бы насилия, не было бы каких-то жестких разборок, не было бы, не было бы, не было бы. Но большинство конфликтов, их просто бы не было, потому что через благодарность они решались бы через рукопожатие. Потому что при благодарности отсутствует обман. При благодарности закрывается ложь через осознание. При благодарности пошло, 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 пошло. Все, закрывается тема. Благодарность может быть искренней тогда, ведь благодарность можно просто говорить благодарю. Ну, хотя это тоже начало, это уже много. Но благодарность... Это главное камень за пазухой не держать. Да, вот, вот, тогда это не благодарность, это ложь. А благодарность становится искреннее тогда, когда мы, мы, блин, люди, которые вот сейчас интересуются психологией, все, что связано с психикой, да, любые эти, осознают, что только через наше осознание благодарности, что мы сможем сами осознать, что каждый человек и каждое действие в нашей жизни – это не это действие и не этот человек виноватый, там, в чем-то или как-то, да, а это мы себе, благодаря этому человеку, благодаря этому событию, мы себе, мы себе отражаем то, что нам надо увидеть для развития, да, и тогда благодарность становится искреннее. Как только человек... Если человек не осознает вот этой благодарности другому человеку, что этот человек – зеркало, то есть он подсветил, он всего лишь подсветил, он этого даже может не понимать, не осознавать, не понимать, даже не думать об этом. Но он действует по запросу нашего, то есть вот, допустим, я с человеком, моего подсознания, то есть мое подсознание через него мне говорит. И тогда на этого человека, на это действие не будет реакции, будет прозрачность, и вот это и есть благодарность. Самое-самое. И она может начаться с нас самих. И как вот, знаешь, как сегодня мы с тобой на лекции сидели и с педагогом говорили, да, и она тоже согласна с этим, что именно с нас, с нас начинается. Не с того, что мы должны научить своих детей. Нет, братцы, мы должны осознать, и только тогда мы можем. Да. Только через себя. Только через себя, через осознание, через благодарность мы возвращаемся в любовь. Да. И тогда смотри, даже вот когда возвращаемся к любви, и вот сколько, прошлый стрим наш, вопросы-ответы, сегодня будут очередные вопросы-ответы, да, прошлые, я вообще была в шоке, как люди стекаются по одной теме. Да. И вот там было очень много секса, вот прошлые вопросы-ответы, конечно, удивительно. А я даже в таком тихом шоке была в конце. На самом деле мы там очень глубоко поотвечали на вопросы. Смотри, вот у мужа с женой, когда начинаются ссоры, непонимания и так далее, ведь это нет благодарности друг другу. Нет. С ней все начинается. Есть претензии, но не было. Есть претензии, да. Начни благодарить просто за то, что он был с тобой. Хотя бы с этого. За то, что она приготовила тебе поесть. Хотя бы даже осознай, что этот человек терпит твои приветы. Хочухи, да, твои приветы. А вот даже с этого, если подойти, уже сколько разводов можно убрать. А смотри, как насчет разводов ведь принято. А, все не устраивает, беги другого там или другой. И бегают. И бегают. Зайчики такие, как под, знаешь, как под фары. Как по всех уровнях бегают. Ты посмотри, если ты входишь в психику, и ты видишь вечный беглец, от себя бежит товарищ. От себя не убежиешь. Он бегает по другим мужчинам, потом бегает по другим странам, бегает по другим национальностям. Там смена паспортов, там пять паспортов буду иметь, еще что-то. Ты от себя не убежишь. Бегу за деньгами, бегу еще куда-то. Не убежишь ты от себя. Скажи себе стоп и разберись с собой. Куда сейчас бежишь? Потому что себя настоящего ты всегда тянешь с собой. Ты тащишь. Ты же это ж ты. Только ты не хочешь видеть. Человек бежит от себя и, знаешь, и вытворяет многие вещи, думает, что Бог этого не видит. Ты кто? Кто жрет то сало, который думает, что не видит, что Аллах не видит. Что он жрет по ночам. Ты же потом сам себя будешь казнить. Ты ешь, ты сам аллах, ты сам себя наказываешь. Ты все создаешь сам. Ты полностью все сам. И если ты внутри решил стать беглецом от себя, ты не завершаешь определенные истории. И все эти истории ты за собой везешь в тележке. Ну, конечно. И потом говоришь, что тебе их Бог послал. Кто тот Бог, который тебе послал? Вот мне встречаются все время постоянно почему-то люди, которые там такие-то. Вот мне встречаются такие люди. Ну, так зайчик ты мой, погляди на себя. Эти люди, ты им благодарен должен быть. Что они тебе показывают, что в тебе внутри. Ровненько. Но ты знаешь, наш подход тогда очень сильно будет отличаться от стандартного психологического. Я уже приводила тебе пример, когда просто увидела в работу психологов. Когда психолог изначально планирует работу с клиентом, радуясь, что тот пришел к нему минимум на полтора года. Все, деньги пришли. Результат не имеет значения. Кому этот психолог лжет? Скажи, пожалуйста. Он же сам себе. Кто болеть будет? Кто будет проживать этот опыт? Да. И на сей прекрасной ноте